Дорогой Господь Иисус, мы сегодня ожидаем, что Ты будешь говорить в наши сердца, Господь, что сегодня Твое Слово будет звучать для нас, Бог. Я прошу, пожалуйста, подготовь нас, Господь, принять то, что Ты приготовил для нас, Господь. Пусть сегодня оно проникнет до глубины души и духа, Господь, и произведет то, для чего Ты его посылаешь. Мы верим в силу Твоего Слова, Иисус. И сегодня мы с открытым сердцем готовы принимать то, что Ты, верю, приготовил для нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Мы можем присаживаться на наши места. Тема моей проповеди называется так – фиктивный брак. Как-то, находясь в одной государственной инстанции, я ждал оформления документов, которая занимает небольшой, достаточно большой промежуток времени. Со мной находились такие же люди, которые ожидали этого оформления в очереди. Я познакомился с одним парнем, мы с ним разговаривали на разные темы. И в разговоре он сказал о том, что он имеет гражданство Германии. Что он имеет гражданство Германии. Я у него, естественно, поинтересовался, как у него получилось это сделать-сделать, как он получил это гражданство. На что, знаете, он так без стеснения сказал мне, говорит, я просто женился на женщине фиктивно для того, чтобы получить гражданство. Естественно, знаете, меня, ну как, как христианина, это не совсем приемлемо, это неправильный поступок, знаете, я как-то мягко хотел ему сказать об этом на, ну так, в такой форме, что это неприемлемо. На что он мне сказал, говорит, я не вижу в этом ничего плохого. Это, говорит, неверующий человек. Я, говорит, не вижу в этом ничего плохого, потому что я, говорит, изначально был честным. Я изначально был честным, я так и планировал. Говорит, гораздо хуже, говорит, когда создаются браки по любви, а когда любовь проходит, и люди начинают жить по расчету. По расчету, фиктивно, друг для друга, для себя. Знаете, мы с ним разошлись, и когда я уже сел в машину, начал думать, меня эти слова немножко так зацепили. Я думаю, ну глянь, ну действительно же оно может такое быть, что ты сначала, и такое бывает, и такое встречается, что сначала эмоции, чувства, любовь, все готовы заради друг друга. А потом что-то проходит, проходит этот ветерочек такой влюбленности, потухают эмоции, и люди начинают жить для себя. Начинают жить ради себя, а уже не ради друг друга. Знаете, когда я об этом думал, Бог начал касаться моего сердца и показывать мне, что в нашей христианской жизни подобные вещи тоже случаются. Что наше христианство, из разряда христианства, основанное на любви к Богу и на Его любви к нам, может с нашей стороны переходить в такое фиктивное христианство. И давайте мы откроем слово Божие, книга Откровений 2.1.4. Написаны такие слова. Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твои, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить разратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковые. И нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Знаете, Христос дает замечательнейшую характеристику Ефесской церкви. Он хвалит их, потому что те дела, которые они делали для Него, они действительно заслуживали уважения. Они действительно заслуживали внимания. Ефесская церковь занималась служением, она защищала веру, занималась апологетикой. Она делала много чего. Но один важный момент и одна претензия, которую Бог имеет к этой церкви, она заключается в одном слове. Трудился. Христос говорит, что эта церковь делала то, что Он считает важным, хорошим и отличным в прошедшем времени. В прошедшем. Не сейчас. Послушай, для Бога не важно, что ты делал. Хотя Он это замечает, Он на это смотрит. Он оценивает нас не по нашим прошлым поступкам, а потому, что мы делаем сейчас, в данный момент. Именно на это Он обращает внимание. И Он имеет претензию к Ефесской церкви, говоря, что ты оставил прежние дела. А это приравнивается к тому, что ты оставил первую любовь. Твое христианство, говорит Христос в Ефесской церкви, стало фиктивным. Оно стало ненастоящим. Нет того важного основания, которое было заложено, это любовь ко мне. И когда она ушла, ушли дела. И церковь перестала ей делать. А когда мы перестаем делать то, что мы должны делать ради Бога, ради Господа, мы начинаем всегда делать что-то ради себя. И Христос, Он имеет претензию. Он говорит, что мне это не нравится. Говорит, что если ты начнешь делать прежние дела, ты вернешься к этой любви. И Он побуждает эту церковь вернуться к прежним делам и выйти из этого состояния фиктивности. Знаете, дорогие братья и сестры, когда я думал об этом, я понял, что в первую очередь в моей жизни бывают некоторые такие фрагменты, когда моя жизнь переходит действительно в какие-то такие фиктивные отношения с Богом, фиктивные отношения в служении. Когда оно такое о себе, больше может быть сосредоточено на себе, чем на том, кому я должен служить, тому, кому я обязан чем-то. И сегодня мы будем именно говорить об этом. И Библия нам очень хорошо приводит достаточное количество примеров из жизни служителей, великих людей, описанных в книге Библии, которые показывают нам, как иногда эти ребята ошибались. Но потом восстанавливались и возвращались к прежним делам. И говорить сегодня я хочу об одном из учеников, об одном из великих людей Библии, об апостоле Петре, который допускал ошибки в своей жизни. И мы сегодня посмотрим, как это происходило в его жизни, и попробуем взять для себя несколько уроков и проанализировать свою жизнь. И первый пункт моей проповеди звучит так. Имея общение. Имея общение. Любые отношения связаны общением. Чем больше общения в рамках определенных отношений, тем эти отношения становятся крепче. Общение, оно сближает людей. Одними экспертами в области семьи, которые проводили опросы, было доказано, что 77% разрушившихся браков имеют одну из причин, характерную всем. В общем, в семье не было общения. Не было открытого, честного, искреннего общения. Возможно, оно было формально, но это было поверхностно. Никто не общался глубоко, никто не говорил на какие-то важные темы, не открывался друг другу. Но те же эксперты доказали, что в 100% счастливых семей, которые живут счастливо, во главе, у глаз стоит, скажем, одно из, один из принципов. Это общение, которого придерживается каждая семья. Открытое, искреннее, глубокое общение на все темы. И именно это общение, оно, оказывается, сближает эти семьи. Знаете, несколько лет назад в моей жизни был такой период, когда приблизительно 8 суток в месяце я не ночевал дома, потому что я дежурил в нашем реабилитационном центре. Потом еще в месяц несколько раз я ездил по работе за границу, и эта поездка тоже, каждая поездка занимала где-то приблизительно по трое суток. И если считать, то в общей сложности я выбывал на две недели из своей семьи. Я не был дома, я не был рядом с супругой, я не был рядом со своим ребенком, я не имел с ним общения. Нет, оно как бы было формальное, по телефону, по видеосвязи, но это не было личного общения, это не было время личного провождения. И знаете, я заметил в себе, когда я приезжал после этих поездок, после этих разрывов, что мы отдаляемся с супругой друг от друга, что мы немножечко становимся такие чужеватые друг к другу. И для того, чтобы наверстать эти отношения, для того, чтобы сблизиться, нужно было больше общаться, больше проводить времени, и тогда происходило это сближение. Подобное происходит и в нашей духовной жизни. Для того, чтобы сближаться с Иисусом Христом, нам нужно иметь с Ним общение. Общение близкое, общение личное в каждом дне нашей жизни. И именно это общение будет приближать нас к Иисусу Христу. Оно будет нас сближать с Ним. Через Него наши отношения будут делаться крепче. И если мы шагаем от обратного, то отсутствие нашего общения с нашим Господом, наоборот, будет нас отдалять от Него. И давайте мы посмотрим на примере Петра, как это произошло в его жизни, когда Иисус Христос вместе с учениками, находясь в таком тяжелом состоянии, пришел в Гефсиманский сад для того, чтобы прибыть в молитве перед особым вызовом, перед тем сложнейшим путем, который ему нужно было пройти. И он просил учеников, которые были с ним, быть с ним в молитве. И что мы видим? Евангелие от Матфея 26, 40, 41 написано. «Приходит к ученикам и находит их спящими. И говорит Петру, так ли не могли вы один час бодрствовать со Мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Большинство из нас знают эту историю. Эта история показывает нам, как Иисус Христос побуждал учеников прибыть с ним в молитве. Знаете, что я хочу сказать, остановившись на этом моменте? Господь Иисус, Он хочет, чтобы мы были с ним в молитве. Он хочет, чтобы мы имели с ним общение. Он приходил ученикам и просил их не просто молиться. Он говорил, «Прибудьте со Мною, побудьте со Мною». Иисус хочет, чтобы у нас были с ним отношения. Иисус хочет, чтобы мы были с ним в молитве, чтобы мы имели этот личный контакт. Потому что Он, только Он Он приближает нас к Нему. Но ученики в данном случае, возможно, кивали головою, но не делали то, о чем Он их просил. Я не знаю почему. Возможно, потому что была ночь. Возможно, потому что они провели хорошо время перед этим. У них была хорошая вечеря. Иисус служил, им омывал ноги. Они были расслаблены. Возможно, были уставшие. И они посчитали, что в данное время нет такой нужды молиться. В данное время лучше отдохнуть физически. И они это делают. И смотрите, что происходит. Первый раз Иисус приходит и видит их спящими и говорит, пожалуйста, друзья, прибудьте со мной в молитве. И написано, отходит. Потом приходит второй раз. И опять, видя их спящими, Он опять побуждает их помолиться вместе с Ним. Прибыть с Ним в молитве. Отходя опять назад. Они опять ложатся спать. И смотрите, что происходит третий раз. Когда Он приходит к ним и видит их спящими, Он перестает их беспокоить. Он уже перестает побуждать их к молитве. Вы знаете, когда мы пренебрегаем молитвой, когда мы пренебрегаем общением с Богом по каким-то причинам, какое-то время мы можем чувствовать вот это побуждение, осуждение, что да, я не помолился, что мне нужно было прибыть в общении с Христом, но я выбрал какие-то другие дела важнее, которые мне показались, чем молитва. Мы какое-то время можем чувствовать осуждение, потому что Христос приходит вновь и вновь и побуждает нас к молитве. Но когда Он не видит какое-то время обратной связи, когда мы не реагируем, Он может перестать нас беспокоить. Он может перестать нас беспокоить. Это очень страшное чувство, когда мы не чувствуем нужды, когда мы не чувствуем побуждения к тому, что нам нужно прибыть в молитве с Иисусом, что нам нужно быть с Ним в общении. Это ужасное состояние, которое переводит нас из состояния любви, в состояние формальности или формального христианства, когда мы начинаем жить без Него, не имея с Ним общения. Петр думал, что то, что он делает, это очень важно, потому что он видел в этом, что если он сейчас отдохнет, восстановятся его физические силы, возможно, восстановление которых он нуждался. Но когда он восстанавливал свою физическую силу, пребывая во сне, его покидала духовная сила. В этот момент его покидала духовная сила. На самом деле он вроде бы делал что-то хорошее, что-то правильное, но это что-то правильное, наоборот, отдаляло его от Бога. Именно в тот момент, в который он должен был посвятить себя на общение с Иисусом. То хорошее отдаляло его от Христа. И позже мы можем увидеть это в продолжении этой главы, когда написано, он уже Иисуса взяли, его ввели, и написано, что Петр следовал за Иисусом издалека. Послушай, тот Петр, который всегда был на передовой, который был готов и в огонь, и в воду за Иисуса Христа почему-то дал заднюю, он начал бояться, он начал переживать. Я не знаю что, но он был просто далеко от Иисуса Христа. И это отдаление от Иисуса, оно не произошло в момент взятия Иисуса стражами. Это произошло в момент сна, когда он спал, когда время, отведенное для Бога, для того, чтобы быть вместе с Ним, он посвятил на другие дела. Он посвятил на другие дела. А когда Христа взяли, это отступление, это отдаление просто проявилось. проявилось уже в материальном жизни, в материальной жизни, но сначала оно произошло вот тут, в сердце, когда Петр спал. В конце этой мысли хочу, дорогие братья и сестры, сказать нам, что если мы имеем общение с Иисусом, если мы молимся, общаемся, мы к Нему приближаемся, если же мы не имеем этого общения, если мы не выделяем время, а выделяем его на какие-то другие, возможно, благие дела с нашей позиции, то эти благие дела, они оказываются злом в нашей жизни, а не добром, потому что они отдаляют нас от Иисуса. Давайте сегодня проведем такой анализ своей духовной христианской жизни. А какое я имею сегодня личное общение с моим Иисусом? посвящаю ли я Ему время? Есть ли у меня постоянное время, когда Он хочет быть со мной, а я хочу быть с Ним, для того, чтобы быть ближе к Нему, для того, чтобы познавать Его? Пусть Бог благословит нас провести такой анализ и сделать определенные выводы. Второе, о чем я сегодня хочу говорить, звучит так. Имей служение. Имей служение. У каждого в семье есть, знаете, такие свои обязанности. У мужа есть свои обязанности, у детей есть свои обязанности, у супруги есть свои обязанности. И очень хорошо, когда все эти обязанности выполняют. Тогда такая себе идиллия, тогда все хорошо, тогда механизм работает, и нет никаких сбоев, потому что все выполняют то, что от них зависит. Точно так и в церкви. Бог так определил по своей суверенной воле, что каждый человек в церкви должен иметь служение, должен что-то делать для Господа. И Петр, когда он еще не был апостолом, до встречи с Иисусом был рыбаком. Он ловил рыбу. Вообще рыбалка в его жизни, это было не просто время развлечения, это была для него большая ценность, потому что он этим жил, он этим зарабатывал, он за счет этого питался, он развивал этот бизнес. Причем это был не только его бизнес, это был потомственный, его родители занимались этим, и он занимался этим. Знаете, но когда он встретился с Иисусом Христом, Иисус Христос предложил ему изменить его ценности, и вместо ценностей того, кто ловит рыбу, для кого рыба была смыслом жизни, изменить вот эти внутренние духовные ценности, вложив свои, и сделать ловцом человека. И Петр согласился, Петр последовал за Иисусом, и мы видим, что все время хождения с Ним по земле, Петр принимал участие в служении, Петр проповедовал, Петр помогал ему даром вспоможения, Петр служил людям, Петр делал все, что от него хотел Иисус, он был служителем. Но потом в жизни Петра, мы знаем, произошел сбой. И после того, как эта ситуация была решена, когда Петр, давайте скажем, практически восстановился, он ничем не занимался, он не занимался служением. И давайте мы прочитаем Евангелие от Иоанна 21.1.3. Написаны такие слова, после того, опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском. Явился же так, «Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил, и Сканы Галилейской, и сыновья Завидеева, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им, «Иду ловить рыбу». Говорят ему, «Идем, и мы с тобою». Пошли, и тот час вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего». Происходят интересные вещи в жизни Петра. Петр, который когда-то отказался от тех своих ценностей, от того, что было для Него ценным, приняв ценности Иисуса Христа, посвятив свою жизнь на служение Ему, оставив то, что для Него было ценным, оставляя служение, возвращается к прежнему образу жизни, возвращается к прежним ценностям и идет ловить рыбу, которую он не ловил с того момента, как последовал за Иисусом Христом. Дорогие братья и сестры, я хочу сказать одну важную вещь. Если мы отказываемся от Божьих ценностей, в нашу жизнь возвращаются мирские ценности. Если мы отказываемся от Божьих ценностей, от того, что ценно для Него, мы возвращаемся к ценностям этого мира, если мы не принимаем его ценностей, мы остаемся с ценностями этого мира. Я вам сейчас попытаюсь это показать на примере того же Петра. Смотрите, давайте скажем так, мы, я думаю, мы, ну я точно, и служителя не расталкивались с такой ситуацией, когда мы говорим о служении Богу, когда мы проповедуем о служении Богу, когда мы говорим о том, что цель церкви, вообще основная задача, это служить людям, приводить людей к Богу, бывает такое, что отдельными людьми, отдельными членами церкви это неправильно воспринимается. И они воспринимают это, как будто на них давят, как будто их прессингуют, как будто от них что-то требуют. Но это всего лишь их восприятие. И я сейчас объясню почему. Смотрите, что происходит дальше в истории с Петром и Иисусом. Иисус садится с Петром беседовать. Он садится с ним за стол, когда Петр ест рыбу, и он ему задает этот знаменитый вопрос. И говорит, Петр, любишь ли ты меня? Петр, конечно, без сомнения отвечает, да, Иисус, я тебя люблю. Иисус ему говорит, иди паси овец моих. А потом происходит что-то интересное. Иисус начинает повторяться. Он говорит, послушай, Петр, ты любишь меня? Петр говорит, конечно, Иисус, я тебя люблю. Иисус говорит, иди паси овец моих. А Петр сидит и ест рыбу. Иисус говорит ему третий раз. Казалось бы, прессингует человека, давит на человека, влияет на человека. А Петр говорит, Иисус, ну, конечно, и третий раз тебя люблю. Но там есть один момент. Написано, что Петр огорчился, опечалился. То есть Иисус, когда говорил ему о служении, опечалил Петра. А знаете почему? Если мы говорим о слове любовь, то любовь – это не просто слова. Любовь – это действие. И после того, когда Петр отвечал Иисусу о том, что он его любит, Иисус ожидал, что Петр оставит рыбу и пойдет что-то делать. А Петр сидел и говорил о большой любви к Иисусу, продолжая сживать этих карасей. Вот такая любовь. Для Иисуса любовь – это не слова. В наших словах любовь не выражается. Наоборот, иногда наши слова дискредитируют, если они не соответствуют нашим поступкам. И Иисус ожидал, что Петр встанет и пойдет что-то делать. Но что произошло у Петра? Петр оставил в служении, занявшись прошлым образом жизни, перейдя к прошлым ценностям, был наполнен ими. И когда Иисус хотел свои ценности передать ему, вытеснив его ценности, произошел конфликт внутренний у Петра, который был выражен этим негодованием, этим отрицанием, этой обидой, которую он имел на Иисуса Христа, этим огорчением, что-то подобное может происходить и с нами, дорогие братья Иисусы. Мы можем неправильно воспринимать Божью позицию по одной простой причине, потому что наши ценности неправильны. Они не принимают Божьего, они нас огорчают. Мы можем иметь такое недовольство недовольство по отношению к некоторым вещам, которые являются неправильным. Хочу сказать, что служение очень нужно каждому человеку. Иисус очень хочет, чтобы мы служили. Но Он хочет, служили не потому, что это надо Ему, не потому, что это надо Церкви, а потому, что это больше всего нужно нам. Послушайте, неверующим людям для спасения нужно покаяние, а верующим для совершения спасения нужно служить. Неверующим людям для спасения нужно покаяние, а верующим для осуществления, на покаянии не кончается еще ничего, нужно осуществлять свое спасение. Так верующим для осуществления своего спасения нужно служение. Евангелие от Иоанна 12.26 написано Кто мне служит, мне допоследует И где я, говорит Иисус, там И там где, а, извините Кто мне служит, мне допоследует И где я, там и слуга мой будет И кто мне служит, того почтит Отец мой Послушайте, служение верующих людей Помогает нам следовать за Иисусом Христом И Христос говорит, кто мне служит, тот будет там Там, где и я с Отцом Пусть Бог нас благословит Заглянуть в свое сердце Быть честным к себе Посмотреть, а какое служение сегодня несу я А в каком служении сегодня участвую я Может сегодня есть люди, которые хотят служить Уже долгое время хотят Молятся, планируют, в поиске находятся Дорогие друзья, я вас прошу Меньше занимайтесь этим делом Просто возьмите с сегодняшнего дня И начните делать то, что вам под силу Вам не надо ждать сверх архиоткровения О служении Вам просто нужно начать делать то, что нам Под силу, то, что может делать рука моя И если мы будем искренними в своем служении перед Господом, настанет время, когда Бог поставит нас В теле своем на то место, которое Он предназначил Только для нас Там, где мы будем максимально эффективными Там, где мы будем максимально полезными Будем приносить пользу для Царства Небесного Этим самым следуя за Иисусом Христом Поэтому, дорогие друзья, нам нужно переставать хотеть Нам нужно начинать делать И, знаете, завершить этот пункт хотел бы Таким стихотворением, которое недавно прислал мне Один брат, это бывший зависимый Который с нашей церкви Вот он написал такое интересное стихотворение Которое называется «Я хотел» Я хотел в этом прошлом году Быть подобным Христу своему Но когда этот год пролетел Я увидел, что только хотел Я хотел больше братьев любить Своим ближним любовью служить Огорчить я немало успел Но любить всех я только хотел Я хотел всех больных посещать Утешать их, в нужде помогать Но как мало у них я сидел Помогать я им только хотел Я хотел чаще ночью вставать И Иисуса Христа прославлять Сладкий сон нарушать я не смел И молиться я только хотел Я хотел быть примером для всех Чтобы не был во мне виден грех Но теперь я стыжусь своих дел Быть примером я только хотел Всем хотел говорить о Христе На работе, соседям, везде Но молчал и на них я смотрел Говорить я им только хотел Благодарным хотел быть всегда За все милости Бога Отца Но роптал и душою черствел Благодарным быть только хотел Я хотел, я так много хотел Но так мало, так мало успел Перед кем оправдаюсь теперь? Что я в жизни так много хотел Мой Спаситель меня оправдал На кресте за меня он страдал О, как жалок бы был мой удел Если б это он только хотел Милосердный Отец, помоги Новый год у меня впереди Чтоб не только я это хотел Но исполнить все это сумел Дорогие братья и сестры Христос так хочет Так хочет, чтоб мы не просто хотели Христос хочет, чтоб мы сумели Чтоб мы начали уже сегодня С чего-то малого Служить Ему Пусть Бог благословит нас в этом И третье, о чем я сегодня хочу говорить Третий пункт моей проповеди Звучит так Имей веру И мы читаем Матфея 14, 26, 31 И ученики, увидев Его, идущего по морю Встревожились и говорили Это призрак И от страха вскричали Но Иисус тот час заговорил с ними И сказал, ободритесь, это Я, не бойтесь Петр сказал Ему в ответ Господи, если это Ты, повели мне Прийти к Тебе по воде Он же сказал, иди И выйдя из лодки, Петр пошел по воде Чтобы подойти к Иисусу Но, видя сильный ветер, испугался И начав утопать, закричал Господи, спаси меня Иисус тот час простер руку Поддержал Его и говорит Ему Маловерный, зачем Ты усомнился Знаете, когда мы читаем эту историю В основном мы видим первое глобальнейшее чудо Которое, кроме Петра, больше никто не делал В Библии Даже мертвых воскрешали Несколько раз Разные служителя Эти истории описаны на страницах Библии Но то, что сделал Петр, не делал никто Кроме Иисуса Христа Петр пошел на такой вызов Он решил пройтись по воде Он решил пройтись по воде к Иисусу Христу И знаете, многие видят в этом огромнейшее чудо И действительно так Но в этой истории не одно чудо В этой истории два чуда И второе, лично для меня, гораздо больше первого Мы видим, как Петр идет по воде Бушует шторм, бушует море Но он твердо идет к Иисусу Но наступает такой момент, где Петр расступается Он, видать, перефокусировал свой взгляд на что-то другое Он увидел волны Он разуверился Он успугался и начал тонуть И когда он начал тонуть Он начал кричать к Иисусу Христу О помощи И Иисус Протягивая ему свою руку Вытягивает его из утопающего состояния Дорогие братья и сестры И ставит его на ту же воду На ту же воду На то основание, по которому он шел до своего падения Может, мы выходим, сейчас будем переходить скоро к молитве Дорогие братья и сестры, что я хочу сказать этим текстом Что, возможно, сегодня в нашей жизни Есть какие-то неприятные события Может, сегодня кто-то потерял свою работу Потому что такая ситуация в стране Может, у кого-то лопнул бизнес И вы пошли на финансовое такое дно Может быть, у кого-то это дно в отношениях с людьми Оно когда-то было хорошим Но по каким-то причинам Может быть, которые были ошибки допущены с вашей стороны Может быть, извне эти отношения лопнули И вы находитесь на дне этих отношений Может, вы находитесь на дне своего здоровья Когда оно было когда-то хорошее Оно было крепкое Но по каким-то причинам оно пропало Пришли болезни И мы сейчас находимся в этом состоянии Я тебе хочу сказать, дорогой брат, дорогая сестра Как Христос вытянул Петра И сделал в его жизни то Что было в его жизни до его падения Так он сегодня силен сделать это в нашей жизни Он силен вернуть то, что мы потеряли По нашим ошибкам Не по нашим ошибкам Не имеет значения Он имеет силу это сделать И я задавал себе вопрос Иисус, почему такая была реакция, быстрая? Почему ты так быстро его вытянул? Он же ошибся Он, может быть, должен был заплатить какую-то цену за свою ошибку И вы знаете, я понял Одну важную вещь Петр потерял веру В способности, данные ему Иисусом, идти по воде Но он не потерял веру в Иисуса Христа Послушай, он потерял веру в способности, данные ему Иисусом Но это не дало ему Право потерять веру в Иисуса Который может вытянуть его из этой прорвы Вытянуть его из этого состояния И поставить заново на то место, на котором он был до этого падения, и возобновить все в его жизни. Дорогой брат, дорогая сестра, может, сегодня ты переживаешь тяжелые обстоятельства в своей жизни, и дьявол через них у тебя хочет украсть веру в Иисуса. Не дай ему это сделать. Не дай ему это сделать. Позови Иисуса на помощь. Позови, как это сделал Петр. И интересный тот факт, что Петр не начал Христу предлагать условия, на которых он готов получить это спасение. Он не стал им говорить, послушай, Иисус, ты мне даешь правую руку? Нет, дай левую на низу. Нет, он так не говорил. Он схватился за первую возможность. Он не стал торговаться, он смирился. И Христос сделал чудо в его жизни. И такое чудо Он может сделать в нашей жизни. В нашей жизни, если мы сегодня где-то что-то терпим. Просто верь, просто верь. Не опускай руки, верь. Знаете, многие из вас знают мою историю, моей жизни, моих падений. В сентябре месяце мы с моей супругой отпраздновали 10 лет совместной, я добавляю, счастливой жизни. Счастливой жизни. Но если быть честными, не все из этих 10 лет были счастливы. Было время, когда все было хорошо, мы встречались, у нас была свадьба, когда нам было отлично. А потом по причине моих неправильных решений, моего неправильного выбора, я упал в аморальный грех. Скатился на самое дно самых аморальнейших поступков, какие только могут прийти на ум человеческий. И находясь на этом дне, мои отношения в семье разорвались. Их не было. Я думал, что моя супруга вообще со мной развелась. Знаете, и было время, когда некоторые люди, находящиеся рядом со мной, они подходили ко мне и говорили, Саша, тебе не нужно восстанавливать отношения со своей женой. Вы совершенно разные люди. Скорее всего, это была ошибка вообще. Ваш брак – это ошибка. Вы совершенно разные. Ты прошел Крым, Рим, она не выходила из театрального кружка, ты побывал во всех грехах, она дыма сигаретного не нюхала. Что у вас общего вообще может быть? И если даже, говорит, будет такое чудо, и ваша семья восстановится, вы жить вместе не сможете. Вам будет неинтересно. Дорогие братья и сестры, я помню один момент. Я начал вспоминать, я тогда начал вспоминать, как мне было хорошо. Я начал вспоминать весь тот путь, который я проходил вместе со своей супругой. И я на всем этом пути видел Бога. Я видел Бога, как Он нас благословлял, как эти отношения строились, как все происходило. И мне единственное не давало покоя. Ну не может быть это не от Бога. А если это от Бога, то Бог там и остался, на том пути. Это я просто с Него сошел. И все, что от меня требуется, мне нужно просто туда вернуться. Да, это будет тяжело, это будет нелегко, но с Иисусом все возможно. И Бог сделал большое чудо в моей жизни. Наша семья восстановилась. Это было тяжело очень. Но сегодня мы совершенно счастливые люди. Нам есть о чем поговорить. У нас есть общие интересы. И она даже смеется с моих шуток. Дорогой друг, дорогой брат, дорогая сестра, знаешь, может ты сегодня проходишь, твои руки опускаются. Я хочу сказать, верь, не опускай своих рук. Христос не опустил своих рук ради тебя. Ему было тяжело. Возможно, ему не хотелось туда идти, но Он так тебя любил. Он так тебя любил и так тебя любил, что пошел на Голгофский крест, заплатил цену своей жизни, претерпел мучения для того, чтобы потом ты и я, когда нам будет тяжело, мы могли посмотреть на Него. Мы могли посмотреть на Него и увидеть, что у Него получилось. А значит, получится и у нас. Потому что Он даст нам эту благодать. Он даст, что у нас все получится. Пусть Бог нас благословит. Давайте встанем на наши ноги, мы будем молиться сейчас. Сегодня тема моей проповеди называлась так, фиктивный брак. О том, как брак может быть фиктивным, так может быть фиктивным и наше христианство, наши отношения с нашим Иисусом. И для того, чтобы наши отношения не были фиктивными, нам нужно иметь общение, которое будет нас приближать к нашему Господу Иисусу Христу, которое будет нас с Ним сближать. Нам нужно служение, которое будет давать нам возможность следовать за Иисусом. И нам нужна вера, которая будет давать нам силы в любых жизненных обстоятельствах приходить к Иисусу и держаться за Его руку. Ни в коем случае не отпустить Его. И Он даст выход из всех ситуаций, в которых бы мы ни находились. Дорогой Иисус, сегодня мы приходим к Тебе в этой молитве. Мы благодарим Тебя за то, что сегодня Ты обращался к нам. За то, что сегодня Ты, Господь, дал нам такую возможность задуматься о своей жизни, проанализировать свое сердце. А какое общение сегодня у нас с Тобой. Бог, возможно, сегодня у кого-то этот контакт надорван Иисус, я прошу, пожалуйста, обнови, приди еще раз, как Ты приходил к ученикам, и позови, чтобы мы могли услышать, Иисус, Твой зов, Твой призыв и прийти к Тебе, чтобы наши отношения могли с Тобой обновиться, чтобы мы могли сближаться с Тобой в каждом дне нашей жизни. Также, Иисус Христос, я прошу, благослови нас не хотеть служить Тебе, а служить, начать делать сегодня то, что нам под силу, Господь. И мы верим, что в свое время Ты поставишь нас на свое место, Господь. Благослови, Господь, ценить этим, помнить, что наше служение, Господь, это единственный способ совершать наше спасение на этой земле во имя Иисуса Христа. А также, Бог, я сегодня молю Тебя за тех, кто, возможно, ослаб в вере, кому тяжело, чьи руки опускаются. Бог, дай им увидеть Тебя, не опустившего руки, того, кто прошел все трудности и вышел победителем, для того, чтобы мы могли победить. Благослови, Господь, нас искать Тебя, лица Твоего, утверждаться в вере, не опускать руки для славы имени Твоего во имя Иисуса Христа. Также, дорогие друзья, я хотел бы, чтобы мы могли совершить еще одну молитву. Сегодня мы говорили о Петре. Знаете, несмотря на все его ошибки, мне так это нравится. Иисус всегда принимал Петра с открытыми объятиями. Он его ждал. Он никогда не выяснял с ним отношения. Петр, почему ты так сделал? Ты как мог сделать такой моральный грех? Он принимал Петра всегда. Таким, какой он есть. Знаете, почему? Потому что он заплатил цену за то, что делал Петр. За те все ошибки, которые он допускал. Он искупил его от тех ошибок, которые были им допущены. Но самое интересное, что он это не сделал только ради Петра. Он это сделал ради каждого, кто появился на эту землю. Вне зависимости от роста, веса, цвета кожи, здоровья, финансового положения. Не имеет значения. Какого возраста? Не имеет. Он отдал себя на Голгофском кресте в жертву за каждого из нас. И сегодня я хочу обратиться к тем, кто, возможно, сегодня первый раз пришел на это служение. И вы чувствуете, что Дух Святой стучится в ваше сердце. Вы хотите покаяться, вы хотите примириться с Иисусом Христом через молитву покаяния. Дорогие друзья, я вас приглашаю выйти сюда наперед для этой молитвы. Чтобы мы могли совершить молитву. Чтобы мы могли открыть свое сердце для Иисуса. Может быть, вы ходили на служение. Может быть, вы были когда-то в церкви, но по каким-то причинам вы отступили. Давайте дадим славу Господу. Иисус сегодня хочет вас простить. Иисус хочет простить каждого, кто сегодня приходит к Нему. Он на кресте пролил свою святую кровь. И как говорилось в начале нашего служения, в одной капле святой крови Иисуса Христа есть вся сила, ее настолько достаточно, чтобы подчистить нас от греха. Проходите, дорогие друзья. Мы ждем вас. Проходите. Может, есть кто-то внизу, кто-то вверху. Сейчас время покаяния. Время для того, чтобы открыть сердце. Время прощения. Когда Иисус будет прощать наши грехи. Мы ждем вас. Может, кто-то еще вагается, кто-то переживает, а что обо мне подумают. Не думайте. Выходите к Иисусу. Выходите к Иисусу. Он ждет. Он на этом месте. Возможно, во время молитвы кто-то почувствует. Вы можете присоединяться, выходить и продолжить с нами эту молитву. Дорогие друзья, я буду молиться этой молитвой, но мне очень бы хотелось, чтобы вы могли повторить эти слова не просто как какую-то считалочку, знаете, а чтобы эта молитва исходила из вашего сердца, из глубины нашего сердца, с раскаянием, с покаянием, с жаждой принять Иисуса. Давайте закроем наши глаза, чтобы нам никто не мешал, чтобы мы ни на кого не смотрели. Дорогой Иисус, я признаю, что я грешный. И я нуждаюсь в Тебе. Я прошу Тебя, прости меня. Прости мои грехи. Очисти. Освободи. Я верю, что Ты сейчас это делаешь. Что Ты принимаешь меня. как дитя, а я Тебя как Отца. Войди в мое сердце и господствуй в нем во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогая церковь, давайте помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим за каждого, кто сегодня молился, Господь, кто сегодня примирился с Тобой через эту молитву. Мы просим благослови этих людей, Господь, чтобы они теперь последовали за Тобою, чтобы их сердце никогда не отлепилось от Тебя, Господь, и было верным Тебе, следовало за Тобою, прославляло имя Твое до конца дней жизни на этой земле. Мы просим войди в ихнюю жизнь, Господь, измени то, что нужно изменить, наладь то, что нужно наладить для славы Твоей, чтобы каждый из этих людей, Господь, с сегодняшнего дня начал жить счастливо и благословенно вместе с Тобою на этой земле во имя Иисуса Христа. Аминь.